1418 дней и ночей, в которых Советский Союз потерял 27 миллионов человек, но ценой жизни павших бойцов смог выстоять. У вечного огня на площади славы – алые гвоздики, как символ вечной памяти о солдатах, ушедших в годы войны. Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, в 4 часа утра без всякого объявления войны. В тяжелой кровопролитной битве советский народ внес решающий вклад в освобождение Европы от гитлеровских войск и фактически фашистского господства. Я своим детям тоже рассказываю, старшим в том числе, что, когда, почему именно так. Поэтому я считаю, что это нужно помнить всегда, чтобы это важный момент в нашей жизни. Без этого нас бы не было. В каждой семье был свой герой, тот, кто отдал свою жизнь или просто воевал, чтобы защитить нашу Родину. У меня, например, погиб прадед во время войны, я пришла сюда почтить именно его память. Почтить память тех, кто так и не вернулся с фронта и возложить цветы к горельефу матери Родины, пришли жители города, губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн и глава города Елена Лапушкина. Отдельный букет в День скорби и памяти прибыл в столицу региона из города Попротима Штутгарта. Мне очень важно то, что наши коллеги из города Штутгарта с таким вниманием относятся к нашим памятным датам. Хочу поблагодарить наших коллег за это, потому что вот именно в диалоге выстраиваются дальнейшие отношения. Мы совместно выносим уроки из нашей истории и строим наше будущее в рамках диалога и взаимопонимания. Возложение цветов завершилось общероссийской минутой молчания в память о тех, кто прошел через нелегкие испытания, избавил мир от фашизма и сумел доказать захватчикам силу и мощь Красной Армии. Сегодня бесконечная страница истории, даже спустя 80 лет, находит отражение в знаменитых песнях военных лет, что едва слышны на площади и рассказах ветеранов, многие из которых ежедневно уходят. Но вечный огонь в память о них будет гореть всегда. Ольга Павлова, Василий Колдашов, События.